Это вечерние новости на RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы продолжаем выпуск. На фоне войн в других странах увеличилось число американцев, считающих, что внешняя политика должна быть среди приоритетов правительства США в 2024 году. Декабрьский опрос Центра исследований публичной политики Associated Press показал, что международные проблемы и миграция становятся все более важными для общественности. Примерно четверо из десяти опрошенных отметили внешнюю политику в открытом вопросе, предлагающем указать до пяти тем, над которыми правительству следует работать в наступившем году. Это примерно в два раза больше, чем количество людей, отметивших внешнюю политику в аналогичном опросе Associated Press всего год назад. Давние экономические проблемы по-прежнему затмевают другие вопросы. Однако новый опрос указал на возросшую обеспокоенность по поводу американского участия во внешнеполитических вопросах. Подобные настроения выразили 20% опрошенных, для сравнения год назад таких было всего 5%. Опрос также показал, что война между Израилем и Хамас подпитывает обеспокоенность общественности. Этот конфликт упомянули 5% опрошенных, а еще 4% взрослых американцев упомянули конфликт между Россией и Украиной, как тему, на которой должно сосредоточиться правительство США в наступившем году. Это близко к 6%, которые упомянули его в конце 2022 года. Внешняя политика приобрела важное значение для респондентов из обеих партий. Ее упомянули около 46% республиканцев по сравнению с 23% год назад. Среди демократов эти показатели составляют 34% и 16% в прошлом году соответственно. Иммиграция также вызывает растущую двухпартийную озабоченность. В целом опрос показал, что обеспокоенность по поводу иммиграции выросла с 27% год назад до 35%. Больше половины республиканцев, 55%, считают, что правительство должно сфокусироваться на иммиграции в 2024 году. Такого мнения придерживаются 22% демократов. В декабре 2022 года эти цифры составляли 45 и 14% соответственно. Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал вооруженным силам, военно-промышленному комплексу и сектору ядерных вооружений ускорить подготовку к войне, сообщили государственные СМИ. По его словам, это необходимо для противостояния беспрецедентным конфронтационным шагам со стороны Соединенных Штатов. Говоря о направлении государственной политики в 2024 году, Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет расширять стратегическое сотрудничество с антиимпериалистическими и самостоятельными странами, сообщило информагентство ЦТАК. Ким Чен Ын поставил задачи перед народной армией и секторами производства боеприпасов, ядерного оружия и гражданской обороны, чтобы еще больше ускорить подготовку к войне, сообщило ЦТАК. Северная Корея расширяет связи, в частности, с Россией, в то время как Вашингтон обвиняет Пхеньян в поставках военного оборудования Москве для использования в войне в Украине. Американское разведсообщество подтвердило, что Хамас и группировка «Палестинский исламский джихад», с которыми воюет Израиль, использовали больницу Аль-Шифа в Газе для размещения командования своими войсками и удержания некоторых заложников, большинство из которых были перемещены в другие места, когда ситуация у боевиков осложнилась. После того, как туда вошли израильские войска, заявил во вторник источник в американских спецслужбах со ссылкой на рассекреченные данные. Спецслужбы не привели доказательств, на которых основываются эти выводы. По словам источника, эту информацию независимо друг от друга подтвердили разные спецслужбы. Израиль также заявил, что больница Аль-Шифа использовалась Хамас. Израильские войска взяли эту больницу под свой контроль в ноябре. Ее взятие под контроль Цахалом вызвало тревогу представителей мирового сообщества по поводу судеб мирных жителей, врачей и пациентов, находившихся внутри. Всемирная организация здравоохранения в прошлом месяце охарактеризовала операцию по захвату главного медицинского учреждения Анклава как резню. Американский источник рассказал также, что спецслужбы США получили информацию о том, что боевики Хамас в основном эвакуировались перед началом наземной операции Израиля в Газе. Когда боевики покидали больницу и подземелье, они уничтожили документы и всю электронику. Об оценке американской разведки первой сообщила газета New York Times. Секретная версия доклада была направлена в Конгресс. В среду НАТО заявило, что ее агентство закупок поддержит группу стран-членов, включая Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию, контрактом на приобретение до тысячи зенитных ракет Patriot. Закупочное агентство НАТО уже заключило контракт на производство и поставку ракет, говорится в заявлении Альянса, и уточняется, что европейское производство ракет будет расширено. Консолидированные международные закупки в духе европейской инициативы «Небесный щит» обеспечивают экономию за счет масштаба и способствуют расширению производственных мощностей для новых ракет, чтобы удовлетворить растущий спрос, говорится в заявлении НАТО. На этом у меня все. Мы увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня». Я желаю вам всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»